К другим новостям. Водители такси могут спокойно вздохнуть. Законопроект об автомобильном транспорте, в котором говорилось о необходимости вести единый цвет для такси, был отменен. На официальной пресс-конференции представители Казахстанской ассоциации предпринимателей сообщили эту приятную новость для таксистов. Совсем недавно вопрос о перекраске такси Карагандинской области в единую цветовую гамму, а именно в белый цвет, казался для местных водителей большой головной болью. Руководители 90 служб такси, существующих в Караганде, думали над приобретением кредитов, займов для перекраски машин, чтобы не обанкротиться. Сегодня же таксисты города могут быть спокойны, говорит Талгат Доскенов, президент Казахстанской ассоциации предпринимателей. Так вот, сегодня очень радостная вещь. Наконец-то Министерство транспорта и коммуникации разобралось в проблеме такси. И теперь у нас мнение единое у бизнеса общества, у тех, кто работает на этом рынке услуг и у бусорганов. Они посчитали, что цвет не имеет значения для вопроса безопасности. Безусловно, развитие малого и среднего бизнеса движется с незыблемой скоростью и прямое отношение к этому имеют службы такси, бизнес которых строится на безопасной перевозке пассажиров. На вопрос безопасности совершенно не влияет цвет перевозимой машины. Именно с таким заявлением обратились представители Казахстанской ассоциации предпринимателей в Министерство транспорта и коммуникации, на что получили положительный ответ. Гильдии такси созданы в июле этого года и, как мы видим, промежуток времени от создания и до реальных результатов совершенно ничтожен по временным меркам. Хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что Казахстан все-таки большая. И то, что именно Казахстанская ассоциация предпринимателей подняла данный вопрос, естественно, данный вопрос обсуждался в гильдии, неоднократно обсуждался при помощи Казахстанской ассоциации предпринимателей. Учитывались мнения всех членов гильдии, эти мнения были адаптированы к нашим условиям. И после этого была проведена кропотливая работа, возможно, для некоторых она была, скажем так, завалирована, либо не все ее видели, постоянно спрашивали, постоянно задавали вопросы, что же делается. Ну вот, по крайней мере, сегодня мы увидели тот результат, что же все-таки делается. Более подробно о процессе решения вопроса одной из проблем таксистов рассказал директор Казахстанской ассоциации предпринимателей Ермек Абильдин. В адрес Министерства транспорта и коммуникации, в адрес президента республики Казахстан, в адрес Национальной экономической палаты Атамикен, в конце концов, нас услышали. Мы говорили о том, что если будут разные цвета по Казахстану, то есть Казахстан не будет как желтая цвета, она превратится в цвета радуги, то есть разные тасси будут ездить, то есть это не придет к хорошему. И это будет являться одним из административных барьеров для развития субъектов малого транспорта. При обсуждении вопроса о транспортной системе страны поступило предложение об объединении всех служб в единую гильзию таксистов, что поможет создать самоуправляемую транспортную систему. Проблем в отрасли километров. И вот если каждая организация постепенно встанет на ноги, осуществится наша маленькая мечта. Государство будет меньше вмешиваться в экономику, в бизнес и на основе таких организаций будут созданы саморегулируемые организации. О чем говорит Казахстан? Да, о чем глава государств неоднократно говорил. Научитесь себя регулировать. В свою очередь руководители служб такси, которые тоже присутствовали на обсуждении, выразили свою благодарность всем, кто содействовал в решении данного вопроса. То есть все предприниматели, владеющие фирмами такси, это будет весь радостное для всех водителей города Караганды. Казахстан? Да, Казахстан тем более. Будут рады, очень много будут рады, будут рады их семьи, потому что решилась на самом деле очень большая проблема. Аида Ибраева, Улжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова